Доброе утро, страна! Мы будем освещать это утро понедельника. Но мы на самом деле постараемся сделать все возможное, чтобы ваше утро было продуктивным, ярким, бодрым, веселым. Спокойным, безстрессовым. В общем, направить на хороший продуктивный день. Да, мы сегодня будем этим заниматься и для вас подготовили много чего интересного. Во-первых, расскажем, что на выходных в столице, на столичном катке стартовал марафон для городов и районов. Вот что это значит, мы расскажем совсем скоро. Еще на следующих выходных, которые будут впереди, будет спектакль, который будет в Тирасполе, в ГДК. Поэтому также мы об этом расскажем. Приходите, все подробности узнаем у наших гостей. Да, кроме того, обсудим и актуальные темы, конечно же, и экономические, и про здоровье не забудем. Сейчас у нас бушует РВИ. Вот как беречь свое здоровье, что для этого нужно делать, мы расскажем сейчас позже. В общем, все это позже нужно уже приближать прямо сейчас. Да, впереди у нас насыщенная программа. Перемещаемся в столицу, перемещаемся в Тирасполе и переходим в снежную тематику. Переходим на столичный каток. Там происходит, мне кажется, все. Там люди катаются, в хоккей играют, делают предложения руки и сердца, клипы записывают. О, сколько всего. В общем, все направили взор, да, на каток. Ну, действительно, каток сейчас без купола. В этом есть тоже какая-то своя романтика, согласись. И действительно, огромное количество людей туда приходят. Это и школьники, это и взрослые, это и дети. Все хотят прокатиться на коньках. Впервые, возможно, кто-то встает на коньки и ощутить вот этот адреналин своего рода. Но вот обо всем по порядку, потому что, действительно, за какой-то небольшой промежуток времени каток стал, ну, излюбленным местом всех горожан и гостей столицы. Ну, это прекрасно. Активный вид отдыха. Не просто, допустим, в кинотеатр прийти и посидеть, и все, и домой полежать. А здесь еще чуть размять все свои мышцы, все свое тело. Да, и попробовать что-то новое. И вот давайте вспомним новогодние каникулы. Потому что в это время столичный каток был полностью забит людьми. Ну, понятно, что каникулы, много свободных дней. Где люди будут проводить это время? Как минимум в очереди для того, чтобы попасть на каток. Много свободного времени же, можно постоять, познакомиться, пообщаться и потом уже зайти на каток. Да, один сеанс длится полтора часа. И за это время вот каток вмещает 200 человек. И практически каждый сеанс, каждые полтора часа каток был забит людьми. Вы представляете, какой это поток? Сколько желающих хотели попробовать? Ну, и до сих пор хотят, потому что многие такие не попали. Вот знаю, Влад точно хотел. Да, я не попал. Не выставил просто эту очередь. Потому что не в те дни ходят. Я просто пришел, сразу увидел эту очередь, понял, что мне нужно ждать больше, чем полтора часа. Да. Я почему-то подумал, все, я приду и покатаюсь. Не тут-то было. Но стоит отметить, что на каток вернулись и профессиональные спортсмены. И те, кто хочет заниматься вот этим делом, да, профессионально. Потому что сейчас набирают детей для занятий на льду. Кто хочет этим заниматься. Вот мы сейчас составляем номер телефона, куда можно обратиться, если вы хотите своего ребенка дать на такие занятия. То вот еще одна идея. Кроме того, сейчас мы вспомним тот момент, когда на новогодних праздниках каток превратился в съемочную площадку. Да. Наш музыкант из Приднестровья Дмитрий Кадын решил записать свой клип на песню. После Нового года о Новом годе. Да, да, да. Такое приятное, что было послевкусие. И он подумал, почему бы это не сделать на катке. Людей не остановили, все также продолжали кататься. Просто они в середине записывали, играла музыка. И мне кажется, это было приятнее кататься, наблюдать еще за этим творчеством. Да, это точно. И Дмитрий нам рассказал, этот клип и эта песня новогодняя выйдет уже в преддверии следующего года. То есть еще есть время для того, чтобы это все смонтировать. Просто чтобы в следующем году в очереди не стоять. Все правильно. Может быть, он очередь занял еще в прошлом году. Вот сейчас наконец-то он попал. Да, возможно и так. Ну, в общем, друзья, сейчас хочется поговорить о том, что вот буквально на прошлых выходных на столичном катке стартовал марафон для городов и районов. Вот что это значит? Люди из Каменки, из Дубосар, из Рыбницы могли прийти на столичный каток, показать свой паспорт с прописочкой. А вот, говорит, я живу тут по улице, там, такое-то, такое-то. И его пропускали бесплатно или ее. И такой марафон, он уже проводился в прошлом году, в феврале прошлого года. И, так сказать, очень сильно пользовался популярностью. Поэтому решили и в этом году тоже продолжить такую идею и продолжить такой марафон. На прошлой неделе это Рыбница, Каменка, Дубосары и Григориополь. И дальше, уже там, 3-4 февраля продолжится марафон. Вот об этом мы расскажем в нашем следующем сюжете. Давайте посмотрим. Григориопольский район, село Спея. Село Малыш, ты Григориополь. Из Дубосара. Григориопольский район, село Спея. Если вы из Дубосара или Григориополя, показывайте паспорт и на столичный каток вас примут без очереди. Сейчас стартанул марафон. 3-4 февраля каток ждет гостей из Бендер, Слободзе и Днестровска. Главное при себе иметь паспорт с пропиской. Марафон на катке проводят второй раз. В этом сезоне он начался 27 января. Первыми пошли без очереди гости с Северой Республики. Много людей приехало на эти выходные с районов. Много паспортов посмотрели. С Каменки и Рыбницы приблизительно около 100-120 человек было. Сегодня уже у нас зашло 3 группы по 25, по 30 человек. Это уже где-то приблизительно 70-80 человек. Настя и Даниила из Дубосар. На каток ехали полтора часа. Узнали о марафоне и решили прокатиться. Откуда вы узнали о нем? Сообщил классный руководитель. Как добирались сюда? На автобусе. Вы ехали полтора часа, чтобы покататься здесь? Да. Молодцы. Вы вдвоем только? Нет. Весь наш класс. Расскажите, откуда вы приехали и долго ли вы стояли в очереди? Мы приехали из села Спея. Я приехала с друзьями. В очереди не стояли долго, потому что мы узнали про этот марафон. У нас были с тобой паспорта. Мы прошли без очереди. Вы умеете кататься? Нет, кататься я не умею. Последний раз была, наверное, где-то года 4 назад. И не знаю. Но с хорошей компанией, я думаю, что это не проблема. Я не знала про марафон. Я стояла в очереди минут 20. Мы когда стояли в очереди, увидели объявление, я прочитала и спросила своих друзей, есть ли у вас при себе паспорта. И они сказали, что да. И мы прошли. Такие марафоны устраивают, чтобы жители других районов и городов без проблем могли покататься на коньках. Для всех городов и районов все одинаковые условия. Нужно показать паспорт с пропиской этого города или района в целом. И мы пропускаем без очереди. Итак, бендерчане, ваш день 3 февраля. Слободе и Днестровск проходят без очереди 4 февраля. Билеты в кассе 15 рублей. Прокат коньков 5 рублей. Санки 15. А сейчас поговорим о братьях наших меньших, о домашних животных. Да. И вот для этого мы к нам пригласили в студию ветеринарного врача клиники терровед Екатерину Гаян. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, у нас актуальная тема стерилизация. Касается многих и домашних животных, и уличных, и так далее. Ну, для начала определим, что такое стерилизация, для чего она нужна. Стерилизация – это безопасная операция. Ее делают многие года во всем мире. Основная цель – это снизить половую продуктивность, то есть снизить гормоны и прекратить воспроизводительную функцию путем удаления репродуктивных органов. Ну, а как часто сейчас обращаются? Если мы говорим про актуальность, да, может быть, это конкретный месяц, и знаем, что особенно для кожек это характерно. Май. Март, да. Амар-май, да, март. У тебя свои кошки. Свои кошки в голове. Да, да, да. Нет, конкретного времени года нет. Нету, и месяца конкретного нет. Да, больше обращаются перед весной, это январь-февраль. Ну, в основном, когда люди заводят себе питомца, большинство уже проконсультированы, потому что они покупают, приобретают животное. Они приходят к ветеринарному врачу и начинают спрашивать, когда можно, в каком возрасте. И они уже подготовлены, приблизительно к этому возрасту начинают стерилизовать. Актуально это очень сильно. Обращаются каждый день по 2-3 операции. Это плановые. Даже есть неплановые. То есть до 4 операций в день у нас может происходить в клинике. А что значит «неплановые»? Это в каком-то… В срочном порядке? В порядке? Попривезли животное. Почему? Потому что вы видели, что забеременела? Нет, нет. Это уже поздно. Это плохо животному. То есть происходят воспалительные процессы в области репродуктивной системы. И животное уже в таком состоянии, что нужно проводить только внеплановую операцию, чтобы ему в дальнейшем помочь. Если говорить о том, когда это нужно делать, то вот возраст собаки и возраст кошки. Что у собак, что у кошек самый оптимальный возраст – это 6-7 месяцев. Нужна какая-то подготовка? Сейчас смотрят у нас любители питомцев. Многим жалко, понимают, смотрят, ну зачем, ну вроде все хорошо, но потом видят, наверное, что не сильно хорошо, когда видят его поведение. Перед операцией обязательно животное должно быть вакцинировано, хотя бы за месяц, если это уже плановая вакцина. И перед самой операцией должна содержаться, соблюдаться голодная диета 10-12 часов. За 3 часа до операции убирается вода, и хорошее настроение хозяина, кошка в добром здравии, и мы ждем их на приеме. А потом вот не вредит это каким-либо образом здоровью животных, питомцев, собаке, либо кошке, что сделали эту операцию, потом может быть что-то там внутри? Ну да, есть много разных мифов, говорят, что вот после операции, сложного восстановления, кошка или собака себя плохо чувствуют, они какие-то вялые, еще и характер у них меняется. Бывает такое, вот слышали? Да, это все миф, что меняется характер, что они начинают толстеть. Да, да, очень толстеть. Да, это все неправда. Просто кормите меньше. Да, если вы будете соблюдать сбалансированное питание, то есть не подсыпать постоянно в кормушку вашему животному корма, потому что он кажется, что он голодный, то все будет хорошо. Это всего лишь миф. Есть какое-то восстановление после операции? Да, после операционного периода, это 10-14 дней, если владельцы соблюдают все рекомендации врача, мы даем памятку постоперационную, то есть там все расписано, как кормить, как содержать. Конечно, мы еще раз проговариваем с владельцами о том, что не контактируем с другими животными после операции, не контактируем с детьми, маленькими особенно. Почему? Потому что они могут навредить после операции животному, то есть могут разойтись швы, либо какие-то внутренние повреждения пойти и ухудшить состояние. То есть реабилитационный период, он продлится. Летальности нет. Даже если какие-то будут осложнения после операции, бывает такое, что не все владельцы соблюдают эти рекомендации. Но просто реабилитационный период продлится немного дольше, то есть может до 20 дней. Но вот слышу тоже от многих тех, кто есть животные, они говорят, ну зачем мне делать стерилизацию? В принципе, с моей кошкой или с моей собакой все нормально. Зачем мне это нужно? Мне это не беспокоит. Тем более, если даже с кошками, они только дома сидят, никуда не выходят. Да, вот это необходимость, особенно для домашних. В первую очередь, владелец, когда приобретает животное, или если оно у него уже есть, должен задать себе вопрос, для каких целей он приобрел себе животное. Если он хочет получить от него потомство, конечно, он должен взять на себя дополнительную ответственность, потому что потомство надо потом определить куда-то в хорошие руки, чтобы у них был дом. Не просто пустить их на улицу, чтобы бедные маленькие котятки или щеночки искали себе пропитание. А если просто хочет себе хорошего друга, ласкового, пушистого, то лучше простерилизовать. Стерилизация имеет высокий процент того, что ваше животное улучшит качество жизни и продолжительность жизни. Даже так? А вот если говорить про уличных животных и про там из приюта, то есть это же, ну, наверное, необходимость? Да, это необходимость, конечно. Потому что, опять же, если не стерилизовать, то начнутся какие-то проблемы со здоровьем. То есть воспалительные процессы в репродуктивной системе, также встречаются онкологические заболевания, эндокринные заболевания. Всё взаимосвязано. А вот сколько длится эта операция? Вот не опасна ли она? Мне всегда кажется, что так жалко животного. Особенно, когда в клетке уже везёшь, разрывается. Чувствуешь, что что-то назревает. Я переживаю, все переживают. Вот как этот момент пережить? С момента поступления к нам в клинику мы осматриваем животное, спрашиваем, как себя вёл накануне операции. Занимает всего лишь час. То есть введение наркоза, подготовка и сама уже операция. А есть такие животные или такие моменты, когда вы смотрите, нет, вот этому животному нельзя делать? Да. В чём это зависит? От чего зависит? Это больше касается средневозрастных и уже возрастных животных. То есть если есть какие-то хронические заболевания сердца, мы обязательно перед каждой операцией делаем ЭКГ. Если мы видим, что плохие результаты, то мы не вводим наркоз в такое животное. Потому что могут в дальнейшем быть последствия со здоровьем. В общем, нужно беречь, нужно обследовать со всех сторон и перед тем, как делать ту или иную процедуру. Ещё один момент. Конечно, есть ещё, говорят, препараты, которые успокоительные, капли, уколы для животных, которые влияют, как и сама эта операция, как сериализация. Вот зачем тогда мне делать эту операцию, если есть капли, если есть уколы, если есть препараты разные? Все эти препараты гормональные. А гормональные препараты очень плохо, опять же, влияют на эндокринную систему. И опять же, начнутся проблемы в дальнейшем со здоровьем, то есть начнутся какие-то воспалительные процессы, и вы всё равно обратитесь в клинику для операции. В общем, надо выбирать то, что будет безопасно для животных. Правильно? Да. Это совершенно не страшно и безопасно. Я говорю, что это на первом месте сейчас. Те животные, которые были ранее простерилизованы, живут до 16-18 лет, чем те, которые были, может, в позднем возрасте простерилизованы, либо вообще не простерилизованы. Они живут в среднем 10-12 лет. Ну, это в лучшем случае. Ну, это тоже интересный факт. Да, это тоже нужно учитывать. Ну что, вам большое спасибо за эту полезную информацию. Мы отмечаем нашим телезрителям. Сегодня у нас в гостях была ветеринарный врач клиники Теравет Екатерина Гаян. Вам всего доброго, удачи. Спасибо. Ну, слушай, крутые колонки. Сразу мне тоже захотелось приобрести вот такую же помощницу Алису себе. Ну, а мы двигаемся далее. Сейчас поговорим о здоровье, о том, как важно его беречь, потому что приходят сейчас неутешительные новости. К примеру, в Молдове выявили птичий грипп уже во многих районах. Кроме того, сейчас активно у нас болеют ОРВИ, ОРЗ, грипп. И, естественно, нужно беречь свое здоровье, нужно ухаживать за собой, не нужно вот сейчас особенно пить холодное, да, вот многие говорят. Ну, нужно беречь немного, немного перетерпеть, да, поберечь свое здоровье, а потом уже встречать весну. И вот несколько советов мы вам дадим. Ну, холодное, честно, может быть, мало кто пьет, потому что такая погода еще где-то прохладно, хочется более-менее чайочек. А кто-то, знаешь, именно в этот момент хочет мороженого. Ну, есть наверняка вы такие уникальные люди. Ну, бывает, бывает. Да, вот несколько советов, как поддержать свою здоровье, что нужно употреблять. Ну, во-первых, мы про спорт уже говорили, что нужно заниматься спортом. Правильное питание? Правильное питание, и вот смотря какое, вот хурму нужно... О, ты сразу, раз, и к супер правильному питанию. Суперфуду, давай-ка. Да, к примеру, ее называют сердечным яблоком, помогает иммунитету. Еще с латыни переводится она как пища богов. Ты любишь хурму? Не особо, может быть, до этого момента. Потому что я не знала, что это пища богов. Да, да, теперь я буду, как она по-божески вяжет язык. В ней находится вся таблица Менделеева. Здесь есть А, С, П, Б, железо, йод, магний, калий и еще десяток. Так, сезон, кстати, хурмы в разгаре, поэтому ешьте, поправляйте свое здоровье, обогащайте свой иммунитет. Но я, конечно, больше за шарон. Я любитель шарона, частенько приобретаю. Хурма, вот действительно, она мне тоже не очень... Тогда объясни, что такое шарон. Шарон – это родственник хурмы. Сейчас мы такое древо делаем. Сначала был шарон, от него пошли родственники. Ну, все же знают, что такое шарон, друзья. Ну, просто эта хурма побольше и не такая уж вязкая. Просто приятнее, вкуснее. Слаще? Ну, и в каких-то ситуациях слаще. Если ты сахар добавляешь в этих ситуациях? Да нет, но если ты покупаешь у одних, то она слаще, у других как будто бы нет, но не знаю, от чего это зависит. Ладно, двигаемся далее. Вот сейчас наткнулась на очень полезную информацию в телеграм-канале Бендеры Доктор на связи. Кстати, друзья, подписывайтесь, кто еще и не подписан, потому что там море полезной и важной информации. Вот, смотри-ка, лучше, оказывается, лимоны замораживать. Вот все мы любим, да, чай с лимоном. Но специалисты установили, что лучше лимон заморозить, а потом его, к примеру, на терочке натереть и в чай, или в мясо, или в рыбу и так далее. И оказывается, в кожуре витамина С больше, чем в мякоти. И таким образом вы будете употреблять все, что есть в этом лимончике. То есть ничего не упустив. Да. То есть цедру лимона нужно... Ну, кстати, когда с чаем я пью лимон, то потом я с хрочком весь и вместе с цедрой ем. Угу, знаешь, ты правильно делаешь. Да, вот смотри, даже, оказывается, еще таким образом можно похудеть. Но я везде ищу такую информацию, где можно... Мне кажется, ты изначально просто как можно похудеть, и тебе выставляют списки, и ты от этого... Лимон заморозит. Ну, вот проводили исследования на мышах с ожирением. Кому добавляли экстракт цедры в течение 12 недель, тот значительно похудел. Ну, а, собственно, кто мы такие, чтобы спорить с экспертами и с докторами? И не верить. Да, ну, во-первых, это на самом деле полезно. Во-вторых, возможно, да, и похудение. Вот в таком варианте, в таком виде. Да, хочется к следующему моменту перейти. Все в детстве, ну, по крайней мере, большая часть, по крайней мере, ну, знаю, я... Ну, давай, говори уже. А парили ноги? Вот когда болели, парили ноги, не знаю, было у тебя... Было. Было ли у тебя в детстве тазик? Все было. Это сейчас, знаешь, активно небулайзеры самые разные. А у нас... Небулайзеры? Ну, да. Ну, современные родители поймут. А у нас вот так вот укрылся под картошечку-то. И все. Потом ножички попарил. Все, а если ты куда-то спешишь, то сразу дышишь и паришь. И ромашечка отдельная, и картошечка. Ну, в общем, все это было. Ну, к чему-то давай. Вот, да, хочется сказать о плюсах и минусах. Ну, изначально о плюсах. Это расширяет сосуды, увеличивается активность лейкоцитов и лимфоцитов, иммунная система начинает противостоять вирусам, и распаривание может помочь остановить симптомы насморка боли в горло. Ну, значит, все правильно делали. Да, но, к сожалению, есть и противопоказания у такой процедуры. Нельзя при повышенной температуре, заболеваниях сердца, беременности, и если есть проблема варикоза, то тоже не советуют парить ноги. Но если у вас всего этого нет, то вперед. Отличный способ, да. Особенно, когда на улице прохладно, и ты приходишь домой и сразу же паришь ноги. Это и тепло, и хорошо на душе. Старенький способ, да, используем его, да. Ну что, друзья, двигаемся плавно к нашему сюжету. Как вы уже поняли, сейчас мы будем говорить о здоровье, о том, какая у нас сейчас эпид-обстановка в республике, что у нас с гриппом, что у нас с ОРВИ, с ОРЗ и так далее. Посмотрим сюжет. Только понедельник, а запись к терапевту расписана на всю неделю. Всплеск ОРЗ – типичная после новогодних праздников картина. Врачи говорят, то ли еще будет, это мы только подходим к пику. За последние недели количество их увеличилось. И детей, и подростков. Особенно страдают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Еще одна опасность простудного сезона – грипп. Нина Григорьевна однажды уже переболела. Тяжело, температура, ломота, очень тяжело. В этом году случаи гриппа уже есть. Симптомы легко спутать с обычной простудой. Температура, сильный насморк, ломота в теле – хуже, когда есть осложнения. К сожалению, у нас в Террасполе зарегистрировано 4 случая гриппа. Сейчас актуальны следующие грипп типа А, подтип H1N1 – это свиной грипп. И грипп А тип H3N2 – это гонконгский птичий грипп. Чтобы себя обезопасить, можно сделать прививку. Вакцинироваться лучше осенью, но и сейчас не поздно. Если у человека нет обострения хронических заболеваний, то есть в данном случае простуды и нет аллергии на белок, то, конечно, можно. А еще напоминаем, недавно в Румынии, в самой антипрививочной стране Европы, началась эпидемия кори. Приднестровские мамы предпочитают не рисковать здоровьем и жизнью ребенка. Я считаю, что если родители откажутся от прививок, это в первую очередь очень плохо для самого же ребенка. Это предоставляет большую опасность. Ну и также ребенок может заразить окружающих. Поэтому я считаю, что прививка, она просто необходима. На прошлой неделе в Молдове еще один случай. У нас кори пока нет, зато вакцины хватит на всех. Прививки от кори, они комбинированы. Это корь краснух аппаратит. Проводят согласно календарю прививок. Деткам назначаются 12-15 месяцев. И ревакцинация в 6 лет. Вспышки инфекционного заболевания обнаружили у домашней птицы и лебедей. Это в соседней Молдове. Птицы болеют гриппом, который не передается человеку. Для людей эта зараза не является, скажем, опасной. То есть люди не болеют однозначно. То есть это для птиц. На территории Приднестровской Молдовской Республики птичий грипп не зарегистрирован. Лабораторно ни одно, скажем, падение лебедем не зафиксировано. Что касается людей, сейчас самое время вспомнить о мерах безопасности. Дезинфекция рук, социальная дистанция, в поликлиниках лучше носить маски. И, конечно, не забываем постоянно укреплять иммунитет. Если вы не верите в привидения, то, возможно, после того, как посмотрите нашу беседу с гостями, вы в них поверите. Да. В общем, не так давно Молодежный театр «Феникс» выпустил новую постановку. И вот о ней мы сегодня и поговорим. У нас в студии режиссер Юлия Зайцева и участница коллектива Дарья Арделяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Итак. Мы знаем, что этот спектакль уже вы показывали ранее. Да. Пару раз, либо сколько? Два раза в Тирасполе был показ, и один раз мы вывозили в Бендеры Декаткаченко. Так, ну давайте расскажем о спектакле «Тайна Китровильского замка». Так называется спектакль. Вот в прошлом году была премьера, сейчас тоже готовится для всех зрителей в столице и гостей. Что это будет? Ну, мы опять готовы удивлять зрителя нашим замечательным привидением, очень веселым. Вы привидение? Нет, я его лучшая подруга. Привидение у нас другое, тоже веселое. Масса танцев, действующими лицами, героями. Я думаю, всем деткам будет интересно. Но есть и фильмы, есть и мюзиклы, есть постановки, есть мультфильмы. Вот у вас какое прочтение Оскаровольда? У нас своя инсценировка, но мы сохранили вот его английский юмор и добавили, конечно же, своего. Людмилестровского колорита. Как вы решили проблему с привидением? Ну, в том плане, не проблема это, конечно, но, может быть, там это на проекторе, либо же это в белом халате. У нас привидение очень такое артистичное. Вот по произведению, сколько лет привидению было? Много там, больше 100-200, не знаю. 300 лет примерно. Вот, а у нас играет артистка, ей сколько, 15 лет, она девочка, но играет она статного мужчину, привидение, которому больше 300 лет. Вот так вот. Здорово, это как Баба-югу играл мужчина, здесь девушка играет привидение. Но у вас молодежный театр, то есть сколько вашим артистам лет? Это от и до? От 14 и до 21 года. Это во сколько нужно прийти, во сколько нужно начинать этим заниматься, чтобы уже выйти вот в 14 лет на сцену? Ну, мы ждем, в принципе, артистов любого возраста. Мы их все равно обучаем. Плюс у нас есть еще младшая группа, это детки от 10 лет. И мы их потихонечку-потихонечку воспитываем для будущих постановок. Ну, а так у нас вот основной костяк, это от 14 до 21 года. Даша, вот когда ты узнала об этой театральной студии, почему решила пойти, как она вот произошла? Как тебя звезды привели сюда? Год назад в театр пришла моя подруга Маша, которая, собственно, и играет привидение. Потому что она раньше пришла. Да, на пару месяцев. И очень долго рассказывала мне про театр, про режиссера, про артистов. Я такая, а пошли со мной. Давай, попробуй, тебе понравится. И вот я уже чуть больше года в коллективе. Так, чего вы там учите? Она была права, тебе понравилось, тебе нравится, да? Мне понравилось. Расскажи, как проходят у вас занятия, как проходят у вас, возможно, какие-то есть определенные, да, там, сценическая речь, какие-то занятия конкретные на что-то. Вот как они проходят? Ну, мы приходим, приходит наша староста Ирина. У вас и староста. У нас несколько людей, которые помогают мне руководить всем этим процессом. Это староста, которая уже студентка Приднестровского государственного института искусств нашего. Она у нас проводит артикуляцию, мастер-классы, тренинги, то есть повышает свой профессиональный уровень на базе нашего коллектива. Плюс это Сергей Ковт, он наш, который помогает решать организационные моменты. И когда вот нужна мужская сила, он у нас тоже всегда есть. Плюс это наш новый участник Александр Финоженков, который акробат, и он вводит акробатические элементы, пластику в коллектив, то есть усовершенствует. Я сейчас думал, вы будете продолжать. Есть человек, который ставит режиссуру. Что вы делаете? Я просто нахожу всех этих людей, собираю и направляю. Это тоже нужно уметь. Нет, это уже режиссура, постановки, костюмы, это уже наш. Да. Но почему именно вот такое направление? Почему именно этот замок решили поставить? Ну, вообще у нас спектакль — это первый у коллектива. Обычно мы за два года коллектив показывал театрализованные концерты, театрализованные представления, квесты, игры, игровые развлекательные программы, мастер-классы. Но мы решили показать новую форму. И достаточно удачно. Успешно. Круто. Феникс. Что значит для вас? Преожидение. Вы уже возродились. Либо же ждете, что что-то произойдет, все помогли, да потом возродили. Мы возрождаемся после каждого мероприятия. Ну, по мифологии это у нас что? Это яркая огненная птица. Да. Красно-оранжевая. Валевая, огненная, яркая. Какая она еще? Она возрождается из пепла. Это самое главное, да. Поэтому, в принципе, всегда растет над собой. Сколько всего у вас в человек коллекции? В старшей группе у нас 20 артистов, а в младшей 12. Но мы знаем, что у вас сейчас идет и набор. Да. Что нужно уметь? Вот ребенок сейчас посмотрит, говорит, мама, я хочу и услышу. Огромное желание работать. Потому что театр — это искусство. В шахтах. А в свободное время мы ставим спектакль. Так. Почти так. Нет, театр — это искусство коллективное. Поэтому мы собираем всегда команду. И воспитываем и малышей так, и взрослых. И малыши, как правило, перенимают вот этот опыт от старших. И набор у нас проводится круглый год. Обучаем, вводим в спектакли, в постановки. Должны быть какие-то особые моменты, да, у ребенка? Нужна конкретная какая-то речь? Нужно там что-то? Речь можно поставить. Стеснение тоже убирается. Есть, кто боится выйти на сцену, тоже. У нас есть разные тренинги на раскрепощение, на раскалывание. Когда ты стоишь, читаешь какой-то очень серьезный текст, а вокруг тебя ходят все, и начинают тебя перебивать. Смеяться, на ухо тебе кричать. Твоя задача? Отвлекать. Ты не должен на это отвлекаться, ты должен продолжать читать этот текст, но смотреть на людей, которые это делают. Не раскалываться. Это на самом деле сложно. Я тоже участвовал в таких тренингах, и не всегда в одежде. Я и да, я да. Но и умел прекрасно раскалывать других людей. Что самое сложное в театральной студии, когда ты уже год там находишься, что, может быть, не дается пока, но ты хочешь это... С хореографией. Пока бы разобраться с хореографией. А что с ней не так? Надо сильнее растягиваться. Прямо потренироваться еще надо. То есть у вас какие-то еще хореографические номера, вот конкретно в этой постановке, да? Да. Это что? Это будут парные номера? Что это? Расскажите. Первый такой хореографический момент у нас — танец «Привидение». Потому что «Привидение» танцует классические танцы, это «Миноид». А вот современная девушка «Миноид» не знает. И у нее уже совершенно другой танец. Вы уже построились, получается, под актера. Почти, да. У нас это такая была более импровизация по подбору этого номера, потому что было много споров, какие современные танцы сейчас. Ну и мы... И какие? Какие? Или оставим. Вот такие? Называется «отседашные». Интересно. Вы придете, посмотрите. Вот. И для того, чтобы органично артисты себя чувствовали на сцене, естественно, мы должны заниматься и хореографией, и пластикой, и разминкой, и растяжкой. Без этого никуда. А сколько у вас занятий в неделю? Три. По расписанию три занятия. А что вы посмотрели? Просто там есть репетиционный момент, а есть еще мероприятия, к которым нужно готовиться. И это дополнительные репетиции, дополнительные занятия. Получается каждый день. Соответственно, иногда мы живем в ГДК. Так это же хорошо. Да? Ну, значит, вы горите своим делом, собственно, как и Феникс. Все сложилось. Родители не переживают, где? А, все, она уже там. Она в театре, все нормально. Просто еду туда передали. Нет. Сами найдете, сами услышите. Сходишь, купишь на перерыве. Ну, у нас, кстати, есть для всех наших телезрителей сюжет. Мы буквально накануне побывали у вас на репетиции, посмотрели, как идет. Постановка, какие еще моменты вы ставите, что происходит на сцене. Познакомились с артистами. Давайте посмотрим, ну, а позже вернемся к беседе. Вы видите кровь? Летели на рок-интервиз. Мы убиены на этом самом месте. Стол, стулья и кресла. Декорации уютной гостиной кентервильского замка. На сцене домоправительница миссис Амни. Очки, собранные волосы и строгий взгляд. По сюжету ей около 40. На самом деле 15. Перевоплощение Вики далось нелегко. Я брала образ своей учительницы истории. У нее очень интересный говор, именно такой, который надо. И я очень пыталась на нее равняться. Молодежный театр-студия «Феникс» готовит постановку по рассказу Оскара Уальда. Кентервильское привидение появится в столичном ДК. Актерам от 10 до 17 лет. К роли свой подход. Вика в театре меньше года. Взрослых персонажей пока не играла. Новый образ пришелся по душе. Нравится. Очень даже. Тем, что она такая статная, взрослая. Взрослые понимают уже эту жизнь и относятся ко всему с умом. Я играю в спектакле «Брата-близнеца». На самом деле было довольно легко вжиться в эту роль. Я играю ребенка непоседливого и представить себе можно. Но больше всего нравится, когда мы кидаем в призрака подушку. Ире 17 лет, но в спектакле играет маму четырех детей. Моя роль в спектакле – быть матерью детей. Эту женщину зовут Лукреция Отис. У нее четверо детей. Старшие двое взрослые. Это Вирджиния и Вашингтон. И младшие – вот близняшки. Наверное, здесь что-то пролили. Самое сложное в роли – это последняя сцена, когда теряется Вирджиния, и все родители, дети пытаются ее найти. Это самое такое для сердца сложное – понять, что ребенка нет, ребенка надо искать. Готовилась к роли два-три месяца, чтобы понять героиню, делала ролевую тетрадь. Это актерский прием, который помогает многим. У каждого из нас есть своя ролевая тетрадь, где мы расписываем, какой наш персонаж, что он делает, как он должен двигаться по сцене, как должен разговаривать. Выписываем все его реплики. И учим реплики друг друга, чтобы знать, после кого мы говорим. Главный герой – страшный призрак. В рассказе ему около 300 лет. Живет в замке и пугает хозяев. За длинной бородой, белым костюмом и пугающим голосом. Очень милая девочка. На самом деле это было довольно трудно. Я брала примеры из пожилых людей в своей реальной жизни. Дедушки, бабушки, учителя. Пыталась повторять походку и речь. Самая голубая морщина. Спектакль покажут на выходные. 3 и 4 февраля в городском дворце республики. Билеты в кассе ГДК и на сайте Билет ПМР. Будет однозначно красиво. Всем стоит прийти и посмотреть. Билеты на сайте Билет ПМР уже есть. Можно приобрести. Билеты в кассе ГДК тоже есть. Желающих много. Я смотрю, зал потихонечку распродается. Но по опыту 3 раза мы прокатили. 4 раза мы, когда прокатывали спектакль, залы были полные. Потому что это все-таки такая отсылка к школьной программе немножко. И детям это намного интереснее, чем просто открыть и прочитать книжку. Можно прийти с родителями. И с родителями, и с всем классом. Поэтому мы и пишем, что это спектакль для всей семьи. То есть интересно как взрослым, так и детям. Потому что там раскрывается очень такая, на мой взгляд, сейчас актуальная мораль. Это дружба, любовь, сострадание. А почему вы именно решили заниматься этим направлением? То есть вести театральную студию? Следя за вашей страничкой, человек получает образование, мне кажется, каждый полгода. Что-то заканчивает, опять сразу начинает получать образование. Дипломов. Как ты у нас сидишь за нашими гостями? Да, естественно. С морщиной интересом. Почему именно в это направление пошли? Интересно. Ну, я человек культуры и искусства с детства. У меня мама хореограф. Тоже работает в городском дворце культуры. И получается, с детства я это видела, 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 видела. Но два хореографа в семье – это слишком. Поэтому не хореография, но театр. И интересно совершенствоваться постоянно. Ну, в любом случае творческое направление. Видно, что если в семье любят творчество, то это передается всем. Это любовь, да, будет у всех. Здорово. Но знаем, что у вас еще одна премьера впереди. Алиса в «Стране чудес». Да. Что это будет? Расскажите. Это хореографическая сказка совместно со студией современного танца «Престиж». Посвящена она их 25-летию создания коллектива. Тоже будет насыщенная программа, конкурсы, розыгрыши, призы. Мы совмещаем хореографию вместе с театром. И излюбленная такая тематика «Алиса в «Стране чудес». Потому что когда мы проводили игровые и развлекательные программы на эту тему, у нас был аншлаг. Поэтому мы и выбрали. То есть это получается не спектакль, это уже будет как… Да, то есть это и не концерт, и не спектакль, но это хореографическая сказка. Дарья, кого вы будете играть? Королеву. О, я еще думаю… Ну это что ты спрашиваешь? Королева, конечно, я… Нет, по сути там два разных образа. То есть, например, в Кинтервилле я играю такую очень добрую девочку, главную героиню, Вирджинию. Я помогаю призраку. А тут через пару дней уже переключаюсь на такую грозную женщину, которая ходит с картами, с Вером. И всех казнит. Кричит. И всех казнит. А что тебе ближе? Вот добрая, ласковая поможется, либо же казнить нельзя помиловать. Открывай свое, давай. Ну, наверное, где-то посередине, где-то так. Ну, здорово. Значит, ты можешь и то, и то играть. Замечательно. Я еще много чего могу играть, на самом деле. Ну вот мы придем и посмотрим. Приходите, да. Суббота, воскресенье в 4. И в 3. И в 3. И в 3, да. Да. Но знаем, что у вашего коллектива есть особенные традиции. Вот дни рождения, если они попадаются на какое-то выступление, то вы отмечаете их на сцене. Как-то вы приходили на какое-то мероприятие, все в одном красном, да? Расскажите о каких-то традициях, которые есть в таком молодом коллективе, но они уже есть. Наверное, самая главная наша традиция, и такая суеверная, актеры же люди суеверные. Так. Если у нас падает сценарий на пол во время репетиции, то что мы делаем? Садимся на него. Потому что это было как нет. И нужно вспомнить, или вы больше не вспоминаете? Дальше. Вы не все суеверие продолжаете. Дальше мы не вспоминаем, мы просто на него садимся, потому что у нас репетиция же должна быть, пока мы вспомним, на чем мы там останавливаемся. Вообще, я слышал такое, что если сценарий падает, то нужно сесть и вспомнить трех лысых. Что? Либо же у каждого театра есть свои традиции и обычаи. Что еще у вас есть интересного? Ну, на премьеры принято в нашем коллективе дарить гвозди. То есть, если это премьеры, если это новый участник, мы дарим красивые гвозди на подушечке. Как мы их покупаем, это отдельная история. Ну, у актеров есть такое поверье, что найти ржавый гвоздь на сцене перед мероприятием – это к удаче и хорошая роль. Но так как на сцене у нас гвозди просто так не валяются, они обычно вбиты в сцену, чтобы ее не разбирать, мы дарим новые красивые гвозди. А я подумал, что, может быть, не было завистников, которые гвозди, знаешь, бросают в обувь. И вот все подарили, у тебя нет гвоздей, и всегда, когда пойдет, хорошо. Потом у нас еще хорошая примета – это праздновать день рождения на сцене. Я свои праздную на сцене постоянно, потому что у меня день рождения 8 мая, перед Днем Победы. И все мероприятия к Дню Победы на мой день рождения. То же самое у нас было мероприятие, когда у главного героя день рождения было. Тоже мы вынесли торт ему со свечкой. Дети это запоминают. Мола тоже поздравлял Луна. Конечно, да. После закрытия занавеса. То есть первый раз закрыли занавес, открыли и с днем рождения. Наш, как тебе такие вот традиции? Ну, я такое обожаю. У нас также была традиция на День театра. Мы всем коллективом не сказали ничего Юле Алексеевне, заказали ей торт красивый, пришли все в красном. И я пришла в красном. А ну вот что ж, я всегда в красном. Любимый цвет. Феникс, ну давайте еще возвращаемся к нему, да? Получается, все ярко. Мы пришли все в красном, очень долго готовили речь, надували шарики. Так. Не пускали Юлию Алексеевну в кабинет, пока мы не доготовили все. И уже начинаем снимать. И староста заглядывает такая. Давайте. Вперед. Все получилось? Да, все было супер. У нас потом было очень много танцев. Мы пели, играли. Ну, то есть у вас какая-то такая семейная обстановка в коллективе. По-другому не получается. Мы большая семья. Очень круто. Ну, здорово. Ну, пусть будет так и дальше. Ну, если к вам нужны еще новые таланты, то приглашайте, пожалуйста, куда идти, куда обращаться, куда писать. А все, ты уже не подходишь. Я думала... Почему? Почему? У нас может быть такой... Ну, молодой же театр. Вы же говорите. Мы не указываем до скольки. От 14 и до... Слушай, я просто выгляжу, мне... Хорошо. Ну, сколько? Ну, 20. Ну, да, как будто недавно исполнилось. Ну, на самом деле, да, нужны, да, артисты, молодые? Артисты всегда нужны. Поэтому мы ждем творческую, креативную, активную молодежь от 14 лет в городском дворце культуры. Ну, а мальчики, кстати, идут. Есть у них желание рвения? Есть. Мало. Обычно же это везде проблема. Да, мало, но мальчики есть. И достаточно у нас такие хорошие мальчики. Они у нас во всех ролях задействованы. Они помогают младшему составу, потому что наши мальчики из младшей группы пока еще такие. Ну, ничего, они подрастут. Наберутся опыта. Опыта, да. И в любом случае всех приглашают. Молодежный театр «Феникс» находится в центре столицы. ГДК, кто знает. Нет, в любом случае всех приглашаем на пробы, а там дальше как пойдет, да? Да, берем всех. Учим всех. На сцену выводим тоже все. Ну и всех, конечно же, еще раз приглашаем на спектакль, который пройдет уже на этих выходных. Тайна Кентервиллевского замка. Будет много привидений. И красивой постановки. Все. Спасибо вам большое. Всего доброго. Удачи всем. Если дни недели меняются, за понедельником приходит вторник, все течет, все меняется, гороскоп у нас остается. Без него никуда, друзья. Начинаем. У Овна неожиданно. Для него самого могут проснуться организаторские способности. И ситуация будет этому способствовать. Возможно, Овна попросит провести совещание, организовать праздник или же приятный пикник. Почему бы и нет, да? Сейчас пойти в болоте сесть. Ну, слушай, возможно, есть и такие варианты. Зимний пикник. Скоро будет весенний. Так, двигаемся далее. Очень логично. Цельца ожидает успех во всем, что связано с путешествиями, командировками, а также с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами. В общем, у вас сегодня все будет отлично. Отличный день для общения у близнецов. Звезды настоятельно рекомендуют устроить какой-нибудь праздник или вечеринку. С лучшими друзьями это поможет набраться нужного позитива. В понедельник устроить вечеринку. А почему бы и нет, друзья? Мы идем против правил. Да, потом просто будет очень тяжело во вторник, среду, четверг и пятницу, но зато в понедельник будет хорошо. Да, каждый день праздник. Так, что у нас на очередь? Рак, наверное, да? Рак вдруг почувствует в себе лидерские задатки и не без основания. День действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. Но сегодня у вас много ответственности, я вижу. Секрет успеха льва откроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет льва, конечно же, к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги. Однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Это тоже нужно уметь. Я, царь, иди туда, сделай то, принеси мне это. Ты сегодня хочешь быть львом, я чувствую. Чувствую, да, немножко. Так, а что у нас там у девы? Вот в течение дня дева будет неравнодушна к точным наукам и фактам. Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, дева сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Молодцы. А залогом успеха весов станет лозунг «Знание – это сила». Нельзя сказать, что день хорош для карьеры или бизнеса, а вот для учебы самое то. Им стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Если у вас уже где-то какой-то ступор есть, все, открываем опять учебники, ищем какие-то видеоматериалы. Почему видео и книги? Учебники открывают видеоматериалы? Ну нет, и учебники, видеоматериалы, то есть все возможные лекции. День для Скорпиона будет насыщен общением, перспективными знакомствами, а также поиском и обработкой информации. Причем эта информация может быть взята из самых разных источников. В общем, у вас сегодня тоже день поиска информации. Стрельцам переходим. Мы из «Звезды Гороскопа» настоятельно советуем Стрельцу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой. Если вы даже думаете, что он нереализуем, то, может быть, есть смысл все-таки поработать над ним сегодня. Да. Окружающие готовы пойти к Козерогу навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Козерогу для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать. Вот оно, тот самый понедельник, когда нужно действовать. Сколько этих самых понедельников было упущено? Ну вот, пришел тот самый, да. Не повторяйте ошибок. «Звезды гороскопа» советуют Водолею с утра принять контрастный душик и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Водолею преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп. Энергичный, стремительный и позитивный. Да, согласен, бывает. Контрастный душ уже был с утра? Нет, нет, я не... Ну что за Водолеи? Ну ты тут как ты... Ну потому что люди воздуха, а не воды, поэтому... Ну что, рыбки вы наши, рыбы будут буквально излучать успехи, их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способны буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего рыбам не надо делать, это скромничать, но знаем мы, рыбы не скромные, рыбы молодцы. Ну все. Просто такая... Ну ладно, хорошо, пусть будет так. Пусть будет так. Это не я сказал, это звезды. Написали все. Ну что, друзья, вот «Гроскоп» мы для вас прочитали, рассказали все самое интересное, что ждет сегодня всех знаков зодиака. Ну а мы двигаемся далее. У нас на очереди очень важная, интересная детская тема. Я думаю, у кого есть дети, они там сталкивались с такой проблемой, это агрессия, да? Казалось бы, когда ты видишь ребенок, там ему три... Я не буду! Да, три-четыре года, пять лет, и он там настоятельно говорит, я не буду, я не хочу, агрызается. Мне кажется, это больше, наверное, истерика, либо же это агрессия уже? Ну вот что это такое? Агрессия, может, уже когда бьет. Истерика. И вот где эта грань, мы решили выяснить. Давайте узнаем в нашем сюжете. Детская агрессия, конфликты, ссоры. Кто-то скажет, возрастной кризис, скачок роста. Еще причина – недостаток родительского внимания. Екатерина – мама шестилетней Саши. Сейчас у девочки начался кризис в семи лет. Все знаю сама, сделаю сама, решу сама, не мешай. Но это только до тех пор, пока мама не отвлеклась на свои дела. Когда я говорю по телефону, если это больше двух-трех минут занимает, ребенку надо внимание. То есть она подходит, и у нее начинаются вопросы. Мама, а вот помоги мне там маленькую какую-то штучку нарисовать. Мама, помоги мне что-то сделать. Мама, а почему это, а почему то? Миллион вопросов. Просто чтобы привлечь свое внимание, когда я говорю по телефону. Если и тут мама не замечает, то в ход идет тяжелая артиллерия. Ребенок пакостничает, ведь внимание нужно завоевать любым способом, как и долг, ссора и слезы. Она просто кидала игрушки. Кидала, ломала, причем ломала дорогие хорошие игрушки, какие-то с механизмами, которые уже не починишь. Если она была 100% неправа, из-за своей вредности она обиделась, я ее отругала. 20 минут, 25 минут она сидит в своей комнате, показательно громко плачет, чтобы было слышно. Потом она открывает дверь и плачет, чтобы я ее слышала. Потом она подходит куда-то ближе, начинает хныкать, сплакать, показывать, что она обижена. Родителям в этот момент важно вспомнить, кто в семье взрослый, и отреагировать правильно. В пик агрессии психологи советуют оставить ребенка в покое. Можно сказать слова, когда ты успокоишься, будешь готов. Продолжить нашу игру, наше занятие, тот вид деятельности, который мама предлагала, приходи. После паузы можно начать незатейливую игру. Это поможет наладить контакт, а позже и серьезно поговорить. А может, мы вот это положим как крышу какую-нибудь? Еще один способ – техника НЛП. Когда мы в момент позитивного отношения ребенка к какому-то либо виду деятельности, либо в момент его радостных событий, дотрагиваемся до плеча, до локтя, поглаживаем по спинке, этот момент фиксируется в головном мозге. И когда происходит какая-то триггерная ситуация, связанная с агрессивным поведением, и мама дотрагивается, как тогда дотрагивалась, когда было радостное событие. Такой способ подойдет для детей от года до трех лет. Договориться с ними сложнее. С такой проблемой столкнулась Елизавета с сыном Ваней. В саду он самый послушный, а дома вот такое. У нас был случай недавно, мы были в гостях у родителей мужа, и мы все сидим за столом, и в какой-то момент ребенку не достает внимания. Он раз к нам пришел, два к нам пришел. Мы, Ванюша, подожди, Ваня, подожди, что ребенок просто приходит, берет мяч и кидает в стол. Я иду с ним в комнату, естественно, я его ругаю, как мама. Говорю, ну где же твое терпение? Он мне говорит, а вон смотри. Я говорю, что он? Он говорит, терпение убежало. Это яркий пример агрессии ради привлечения внимания. И случится такое может где угодно. Дома, в гостях, кафе, на улице. Главная цель ребенка, чтобы его заметили. Было, помню, мы в супермаркете могли просто упасть на пол и смотреть на реакцию людей. И были моменты, что мы уже там с полной корзиной товара. Я просто оставляла прям посреди магазина и выходила. Я понимаю, что там, условно говоря, в той корзине мы взяли то, что он хочет. А он решил устроить истерику. Например, я не разрешила катить тележку. Такие истерики зачастую никак не связаны с кризисом. Мама спешит купить все, а ребенок в три года еще не понимает слова «спешить». Такой жест сына только для того, чтобы показать родителям, я тоже здесь есть. Обязательно стоит эту ситуацию проговаривать с ребенком, но не, конечно, не в пик агрессии. Очень хорошо помогают игры тактильные. То есть песочной терапия, когда он пересыпает песок, водятся игрушки, маленькие игрушки от каких-то сюрпризов. И проговариваются все эти ситуации. То есть не просто сесть пальчиком поругать и прочитать лекцию о том, как себя вести. А проиграть ситуацию, причем поменявшись ролями. Теперь он мама или воспитательница, которая его отругала, а вы ребенок. Еще один способ объяснить наглядно книги. Как пример, я ужасно злюсь. Здесь злость или агрессия в виде книжного персонажа Фрустика. Задача детей – нарисовать его в зависимости от своего настроения. Если малыш зол, Фрустик большой. Все хорошо – просто точка. Важно пользоваться всеми инструментами общения с детьми. Психологи доказали, ребенку хватает часа игры в день с родителями, 20 объятий и одной сказки на ночь, чтобы чувствовать себя любимым и нужным. Только так можно искоренить агрессию. Наш эфир подходит к концу. Сегодня мы с вами обсудили много самых разных тем. Пригласили на спектакль, который состоится уже на этих выходных. Показали, как проходит марафон для городов и районов на столичном катке. Да, поговорили о животных, о братьях наших меньших, о домашних животных, как помочь им жить дольше. Да, в общем, много самых разных тем было. Кто пропустил вдруг эфир, заглядывается к нам в инстаграм. Утро, нижнее, подчеркивание, ПМР. Мы там периодически делимся и сюжетами, и закадровыми моментами. Кроме того, напоминаем про YouTube-канал Первого Приднестровского. Подписывайтесь, будьте в курсе новостей, смотрите наши шорты и не только. Ну и напоследок обсудим актуальнейшие темы, которые касаются каждого приднестровца. Еще раз поговорим о давлении Молдовы на Приднестровье. Сейчас это действительно касается всех. Вот с 1 января в Молдову вела пошлины для приднестровских предпринимателей на приднестровский импорт. И, конечно, все недовольны тем, что сейчас делает Молдова, что сейчас делает Кишинев. От этого будут страдать каждый, каждый приднестровец. Естественно, вот это свое недовольство люди высказывают, высказывают, выходят на митинги. Было уже три митинга на прошлой неделе, самый масштабный в центре столицы. Вышли около 50 тысяч человек с плакатами, с лозунгами, чтобы Молдова перестала грабить Приднестровье. И, конечно, вся эта ситуация негативно сказывается на каждом из нас. Все обсуждают наверняка дома, наверняка с близкими, с родными, с друзьями. И об этом нужно говорить, не нужно молчать. Ну и напомним о том, как беспределят в Кишиневском аэропорту, не пускают наших граждан домой. С российским паспортом, да, это переходит все рамки. Но я думаю, что Приднестровье выстоит, все будет хорошо, потому что мы за добро, мы за мир. Это точно. Ну и напомним, что в Приднестровье проживает 200 тысяч граждан России и около 100 тысяч граждан Украины. И, конечно, у нас многонациональная республика, мы только за мир, только за добро. И все хотят жить в мире и верить в хорошее. Правильно? Да. Но мы на этом прощаемся с вами, увидимся уже совсем скоро, завтра. Желаем вам хорошего, отличного дня, ну и берегите себя. Отличная неделя, всего доброго, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!